Самолёты против дронов. Разработка против назойливых беспилотников. Умная лакжери и смарт-ручка премиум-класса. Пробуждение запахом. Ненависть к раннему утру можно ликвидировать. Держать нос по ветру – залог успеха любой компании. В холдинге Alphabet, он же Google, это явно умеют. Появилась информация о том, что в Google организуют новое подразделение. Оно будет заниматься всеми продуктами, которые так или иначе связаны с виртуальной реальностью. Это и программное обеспечение, и гаджеты. Возглавит новый отдел Клей Бейвор, вице-президент по менеджменту продуктов компании. Он уже имеет опыт работы в этой области, так как являлся главой проекта по разработке картонных очков виртуальной реальности Google Cardboard. Также мистер Бейвор работал над сервисами Google Gmail, Google Drive и Google Docs. Главными конкурентами в этой виртуальной гонке за реального клиента для Google можно считать Facebook и Microsoft, которые также много ресурсов в последнее время тратят именно на технологии виртуальной реальности. Аэробусы против дронов. Воздушное пространство становится все оживленнее. И происходит это благодаря огромному количеству дронов, что покупаются, а затем запускаются в небо. К несчастью, не все юзеры хотят просто снять эффектное селфи или видео со своим спуском с горы на лыжах, например. На небольшой беспилотник можно ведь и взрывчатку закрепить. И опять же, нештатные ситуации вроде порыва ветра или потери связи с аппаратом тоже никто не отменял. Компания Airbus Defense & Space, подразделение компании Airbus, представила комплексную систему обнаружения и обезвреживания дронов. Эта система, как утверждают компании, может обнаружить дроны на расстоянии до 10 километров. Если полет аппарата над определенной территорией незаконен или может быть опасен, то защитная система может заглушить управляющий сигнал летательного средства или нужным образом исказить сигналы GPS, чтобы в результате оператор потерял над ним контроль. При этом на работу других устройств в поле зрения этого комплекса данные меры не повлияют. В арсенале у системы от Airbus множество датчиков, инфракрасные камеры и направленные передатчики. Умная ручка в премиум исполнении. Напичканные микросхемами стилусы могут и писать, и оцифровывать то, что человек начертал на бумаге. Умеет это и модель от компании Ori. Ручка под названием StyleGraph отличается тем, что сделана очень добротно. Пожалуй, это будет отличным подарком для начальника, даже если того трудно чем-то удивить. Корпус ручки сделан из медиа. В комплекте, кроме самого пишущего и запоминающего инструмента, блокнот со специальной бумагой и кожаный чехол. На бумаге линии и поля. Именно они служат ориентиром для камеры в StyleGraph. Такой комплект создатели оценили в 420 долларов. Но хоть приложение для смартфона, с которым можно синхронизировать ручку, бесплатно. Гаджет из следующей новости подешевле, но принесет радости не меньше. Ведь он может сделать утро по-настоящему добрым. Многим ведь не нравятся обычные будильники, которые трезвонят и превращают пробуждение в стресс. Их обычно можно легко отключить и продолжить приближать агонию опоздания на работу. Будильник SensorWake поможет перейти от сна к бодрствованию не звуками, а запахом. Идея создать такой гаджет пришла в голову 19-летнему французу по имени Гиом Ролан. Он просто ненавидит утро и обычные будильники. Вот и придумал такой необычный. Затем была найдена компания, которая могла бы воплотить идею. Ароматы для SensorWake поставляются из Швейцарии. Вы можете выбрать тот, что вам по душе, с помощью какого запаха вы хотите проснуться. Есть шоколад, фрукты, горячий круассан, кофе. Были проведены исследования. Они показали, что в 99% случаев испытуемые просыпались после того, как запаховый будильник источал аромат в течение двух минут. Правда, для страховки, если и это не подействует, через три минуты раздастся звук, который довершит начатое. Необычный будильник обещает начать продавать уже в третьем квартале этого года. Цена около 110 долларов. Хорошего дня всем нашим зрителям. Увидимся в новом выпуске проекта ProNet на телеканале 24KZ. До встречи в эфире и онлайн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова